Здравствуйте! На ваших экранах программа «Неделя города» и ее ведущая Марина Романюк в студии. Смотрите сегодня. Когда спорт – норма жизни, в Рязани открыли новый футбольный манеж. Сохраняя самоконтроль, побеждать стрелку из Рязани не мешает даже отсутствие правой руки. Покровитель святого воинства в Рязань привезли мощи Георгия Победоносца. В Рязани рядом с Академией единоборств появился новый открытый футбольный манеж. Его построили по федеральной программе «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» за счет федерального и регионального бюджетов. Стройка обошлась в 527,5 миллионов рублей. Этого события рязанские любители футбола ждали около двух лет. Крытый футбольный манеж рядом с Академией единоборств построили по федеральному проекту «Спорт – норма жизни». В этот день свои спорткомплексы в рамках Международного форума «Россия – спортивная держава», активно поддержанного президентом Владимиром Путиным, открывали семь регионов страны. Где-то бассейн, где-то лыжероллерная трасса, футбольный же объект только в Рязани. Сегодня манеж уже готов принимать спортсменов, а их будет немало. Все, что сейчас в процессе тренировок становится понятно, чего не хватает, что лучше, что усовершенствовать, добавить, доделать, мы все это обязательно будем делать. Никогда нельзя останавливаться, но все-таки самое главное, что манеж запущен, теперь здесь будут проходить тренировки. Я думаю, что востребованность будет очень большая. Мы давно ждали такую возможность тренироваться в любую погоду, в любое время суток. И, как я говорил, именно здесь, наверное, будут коваться наши будущие победы. Но и самое главное, на кого ориентирован этот манеж, здесь в первую очередь будут заниматься дети и воспитанники спортивной школы. Кроме, собственно, поля, здесь есть административное здание с раздевалками и тренажерными залами. В самом ангаре установлены систему вентиляции, дымоудаления и отопления. Здесь есть даже сборные трибуны на 52 человека. Сам же газон последнего поколения. Первыми его опробовали воспитанники спортшколы «Олимпийц». Первое ощущение, мне поле нравится, мягкое. Прежде всего, оно мягкое, потому что это очень важно для здоровья ребят. В общем, первое впечатление, конечно, хорошее. Остальное, это, наверное, уже по ходу того, как будем заниматься и что-то исправлять, допустим, если что-то будет не так. Общая площадь спорткомплекса – 8 тысяч квадратных метров. Его отдадут вновь создаваемой структуре – государственному автономному учреждению «Футбольный клуб Рязань». И использовать манеж будут как юные футболисты, так и профессионалы. Рязанская мэрия представила новую транспортную схему города. Изменения назрели давным-давно. Пока что это научно-исследовательская работа, своеобразная модель, у которой есть три сценария развития. О том, как сложно уехать с нужной остановки в нужное время, не понаслышке знает большой процент рязанцев, которые предпочитают общественный транспорт личному. Проблема, причин у которой много. Исследованием вопроса в течение последнего года занималась группа специалистов по поручению администрации города. На основании большой исследовательской аналитической работы подрядчик представил проект возможной транспортной реформы в городе. Часть пунктов уже воплощается. Вы сами видите на улицах обновление транспортного состава при поддержке правительства Рязанской области. Эти вещи мы реализовываем. Также было сказано о внедренных, выделенных полосах. Это работа ни одного дня, ни одного года, о чем тоже было сказано. Нужно это понимать. Это очень сильно, в том числе, связано с финансированием реализации данного проекта. За время работы специалистам удалось вычленить ряд основных проблем. Недостаточное количество и вместимость подвижного состава порождает несоответствие провозной способности пассажиропотока. Несоблюдение расписания, в основном связанное с организацией дорожного движения. Несоблюдение перевозчиками обязательств и сокращение выхода подвижного состава на линию. А также высокая дублированность маршрутов. В рамках сценария 1 предложена отмена 6 маршрутов и корректировка дрессировок 8 маршрутов. Сохранение 37 маршрутов. Стоит обратить внимание, что на сегодняшний день есть ряд маршрутов, которые являются социальными. Которые не могут быть скорректированы ввиду того, что они обязательно должны существовать. Администрация города Рязани участвовала в данном проекте и, соответственно, получали дополнительно подвижной состав на непосредственно маршрут. И после оптимизации мы должны понимать, что мы не ухудшили ситуацию, а наоборот улучшили качество транспортного обслуживания. Соответственно, на данном слайде как раз представлена информация, каким образом каждый район будет выезжать, на каком маршруте и каком количестве подвижного состава и, соответственно, какой класс подвижного состава будет использован. Разработчик подчеркнула, что грядущая оптимизация станет возможной лишь при обеспечении удобного расписания, чтобы пассажиры могли сделать пересадку с гарантией, без длительного ожидания. В рамках реформации запланировано немало мероприятий по улучшению дорожной сети, внедрению умных остановок, созданию выделенных полос, увеличению количества подвижного состава. Предложенная реформа – процесс небыстрый, проходить будет поэтапно. И в конце концов он должен привести в порядок транспортную схему, которая сегодня явно работает с большими пробелами. В Рязани стартовали праздничные мероприятия в честь тружеников села. В концертном зале Рязанской областной филармонии состоялось торжественное собрание и вручение ведомственных и областных наград лучшим работникам агропромышленного комплекса региона. По традиции, после федеральных и областных торжеств, приуроченных к профессиональному празднику, тружеников сельского хозяйства чествуют в районах, где мероприятия будут проходить в течение месяца. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу почетной грамотой президента Российской Федерации награждается Сверчкова Екатерина Валерьевна, оператор машинного доения «Общество Надежда» Александра Невского района. 24 года в должности, дважды финалист всероссийских конкурсов операторов машинного доения, золотой призер конкурса регионального, титулов у Екатерины Сверчковой хватает. За это время в профессии сменились и технологии доения, и сами устройства, но к прогрессу не просто приспособилась, стала лучшей. За это, возможно, и получила почетную грамоту президента Российской Федерации. Тем не менее, о своей работе говорит просто. Может быть, у вас отношение к работе какое-то особенное, может быть, какой-то есть такой секрет. Работаю хорошо, наверное, все-таки. В день работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности почетные награды получили и другие рязанцы, передовики сельского хозяйства. Всего в отрасли работает больше 200 сельскохозяйственных организаций, около 300 фермерских хозяйств, 190 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Сегодня регион занимает четвертое место по ЦФО, по производству молока и третье по производству яиц. Высокие показатели по всем направлениям, в том числе по аграрным культурам, идем на рекорд по масличным. Урожай зерна в этом году ожидается в тройке самых больших за всю историю региона. И это, причем, несмотря на все проблемы, мы прекрасно помним прошедшую зиму погоду, ледяной корки на полях, когда погибли все практически озимы, а результат все равно достойнейший. В приоритетах ввод земель в сельхозоборот, добавил губернатор. Сейчас площадь земель это 2,5 миллиона гектаров. Для понимания это почти 63% площади региона. Цель до 2030 года ввести еще 120 тысяч гектаров. В планах на следующий показатели текущие не просто сохранить, но и превзойти. АПК был и остается, по словам Павла Малкова, стратегической сферой Рязанской области. В Рязанской области открылся образовательный форум «Айти Рязань». Задача форума – рассказать ребятам о программах обучения и возможностях дальнейшего трудоустройства на предприятиях IT-общества. В большом актовом зале три сотни школьников со всего региона. В основном старшеклассники. Многие хотят связать свою жизнь с IT-индустрией. Компункт, на который я собираюсь пойти, называется технология машиностроения. И там IT будет использоваться для того, чтобы в дальнейшем оборудование переводить на автоматизацию. Образовательный форум «Айти Рязань» такого размаха проходит в Рязане впервые. Площадка – 76-я школа. Здесь расположились десятки компаний, каждая из которых рассказывает о преимуществах работы в IT-сфере. У нас, например, есть сотрудники удаленные, которые работают, помогают нам. Они пишут тексты, монтируют ринсы. Они школьники. Очень хорошо они работают с технологиями уже на этом уровне. Если им это интересно, они уже могут подзаработать и получить опыт в этом направлении. А дальше уже выбор для себя студенческий. Другие площадки активно школьников развлекают. Здесь есть зона с громким названием «Киберспорт», где ребята могут поиграть на приставке. Естественно, площадка пользуется большой популярностью. А вот профильной гораздо меньше. Однако специалисты в этих очередях, наверное, и пройдут дальше всех в IT-сфере. Наша задача основная, конечно же, чтобы дети пошли в IT. Но очень важно показать, что без IT-знаний и компетенций они сегодня в принципе не смогут существовать. Ты в принципе попадаешь в жизни, если не умеешь пользоваться справными сервисами, гаджетами. И хоть для Рязани такой форум в новинку, как говорят организаторы, новым для страны он не стал. Такие есть в каждом регионе. Однако отличия существуют. Рязанцы пошли по своему пути. Показать, что IT-специалисты нужны везде. На самом деле, IT-сфера – это тоже приоритет в индустрии. Это история, когда айтишники не только могут поддерживать систему, но, по сути, они создают и строят систему будущего, систему устройства будущего и жизни нашей страны, и в целом всего мира. Зачем мы организовали сегодня это мероприятие? Чтобы помочь прежде всего будущим индустриентам начать выстраивать свою профессиональную траекторию в IT-сфере. Даже если такое мероприятие для школьников проходит впервые, статистику, успешную или нет, можно подводить минимум через год. И тогда уже судить о том, повторять ли такой опыт впредь. Олимпийский вид спорта, который требует максимальной собранности и холодного ума, а также точности движения и быстрой реакции. В последние годы спортивная стрельба в регионе набирает популярность. Снайперы из Рязани все громче заявляют о себе на российских турнирах, а некоторых приглашают в сборную Москвы. Как, например, герой нашего репортажа Евгения Гамезу, которому побеждать на чемпионатах не мешает даже отсутствие правой руки. Хороший стрелок – это идеальный человек, который сохраняет самоконтроль над собой. Он выходит на стрелковый номер, становится, заряжает, принимает положение для изготовки. И после команды «дай» нужно организовать встречу тарелки и дроби, вывести в упреждение. А до этого нужно считать траекторию. Чтобы стать профи, Евгений прошел долгий путь. И хотя спортивной стрельбой он занимается не так давно, с ружьем знаком с 12 лет. Уже тогда пацаном его брали с собой на охоту. По окончании школы Евгений поступил в Рязанское военно-воздушное десантное. Служба даже в мирное время оказалась делом непростым. Евгению было 27, когда он лишился руки. У человека внутри всегда есть компенсационные механизмы. То есть, если он что-то не делает справа, он обязательно возьмет свою левую руку и заставит ее работать по-настоящему. Собственно, я так же поступил. Я немножко усовершенствовал свое оружие. Если вы заметили, я использую на цевье специальное приспособление. Это материал велькра или липучка. То есть, на руке липучка, здесь липучка. Прилепляется, отлично держится. То есть, ничего не мешает мне стрелять. На тренировке по стрельбе Евгений стал ездить благодаря своему увлечению охоты и поднатаскать точность попаданий, да и просто занять себя в межсезонье со своим сослуживцем Александром. Они вместе еще со времен десантного училища. Евгений приступил к тренировкам. Получаться стало все лучшее. И в этом году, в августе, спортсмена пригласили поучаствовать в соревнованиях на Кубок России в Подмосковье, где он занял третье место. Тут же талантливого стрелка из Рязани пригласили в сборную паралимпийцев Московской области. Мол, и снаряжение выдадим, экипировку, и все поездки, сборы, соревнования оплатим. На это Евгений ответил однозначным отказом. Принципиальная позиция спортсмена – представлять именно Рязань. Я здесь учился, здесь мой учитель, который уже полтора года с нами нет, Виктора Ивановича Миронова, который, в общем-то, мне объяснил, как стрелять, куда стрелять, как попадать, самое главное. Стрелковый спорт в Рязани сегодня переживает свой подъем. Сильных спортсменов в последние годы все больше. Буквально за два сезона многие представители региона получили звание кандидатов в мастера спорта, а некоторые из них уже планируют в следующем сезоне взять главную вершину. Эти успехи, они обусловлены тем, что наш руководитель, который не так давно скончался, к сожалению, скоропостижный. Виктор Иванович Миронов – это наш учитель, человек, который давал нам мазы стендовой стрельбы. Он правильно изготовил, правильные вещи нам рассказывал, и мы их усвоили. И сейчас продвигаемся и делаем хорошие успехи. В минувшие выходные Евгений Гамеза в общем зачете занял второе место в соревнованиях, посвященных памяти Виктора Миронова, своего учителя здесь, на родном для себя стенде. В своем классе среди рязанцев он пока единственный. Хороший стрелок у нас и в общем зачете, и в своем классе – это Евгений Гамеза. Он молодец и очень хорошо продвигается. Вот в этом сезоне он попал на пьедестал на Кубке страны. И своим примером Евгений демонстрирует – сдаваться никогда нет причин. Вообще я бы очень хотел, чтобы все инвалиды, которые сейчас у нас появляются, они узнали о том, что есть такой способ реабилитации – это занятие паратрапом. Паратрап – это стрельба на траншеи для инвалидов. То есть у нас есть три категории. Это спортсмены с поражением верхних конечностей, так называемая СГУ, спортсмены с поражением нижних конечностей, СГЛ, и спортсмены, стреляющие из коляски инвалидной, то есть СГС. Вот в этих трех соревнованиях проходят на международном уровне. То есть в Саудовской Аравии были соревнования, в Хорватии часто проходят, в Италии. Ну то есть в общем у меня мечта как-то постоять за Россию на таких соревнованиях. Жители дома номер 17, дробь 2 по улице Братиславской мерзнут в своих квартирах. И это несмотря на официальное открытие отопительного сезона. Из-за затянувшегося капремонта тепловых сетей жильцов дома заставляют ждать без конкретных сроков. Подрядчик пока что предпочитает только рассуждать. Леониду Эммануиловичу 91 год. В доме номер 17, дробь 2 по улице Братиславской он живет с момента постройки. Сейчас с ностальгией вспоминает то время, когда дом только сдали в эксплуатацию. Это самый старый квартал, один из старейших кварталов после войны. Секретарь обкома партии отличнейший был, может вы слышали, Леонид Алексеевич Николаевич. Вот он тут приподнял все это дело. Вот построили. А теперь пришло время делать капитальный ремонт. Это 56-й год, 56-й строительство было, 57-й, наверное, пустили. Работы по программе капитального ремонта ведут с середины июля. Основной упор на тепловые сети, которые с момента строительства дома не меняли ни разу. И проект как раз предполагал полную их замену. Завершить работы подрядчик должен был к началу отопительного сезона. Только вот в сроки не уложился. Ситуация с отоплением у нас отвратительная, потому что мы замерзаем. У меня двое детей заболели, у меня бабушка 93 года, которая тоже живет. Мы спим под кучей одеял, и это холодно. Жжем газ для того, чтобы согреться. Одни жители рискуют отравиться угарным газом. Другие тратят деньги на покупку обогревателей, спасаясь от холода в своих квартирах. Две недели назад я выписала с роддома, то есть у меня дома еще грудничок лежит. Вот второй сын. Мы переболели уже все втроем с этого момента. Врач приходит к нам два раза в неделю по этому поводу. И она сама в недоумении, как вообще такое может быть, что до сих пор нет в доме у нас отопления. Управляющая компания отбивается. Я несколько раз звонила туда. Они сказали, что это не наше вообще дело. Вопрос вне нашей компетенции. Фонд капитального ремонта занимается, ну и пусть занимается. То есть, в принципе, они должны участвовать в приемке работ, потому что им потом обслуживать этот дом. По словам местных жителей, на редких встречах с подрядчиком информацию они получают крайне расплывчатую. Мы решили узнать у исполнителя проекта капремонта напрямую о том, почему отопление еще не включили. Чтобы запустить сейчас отопление, надо провести дополнительные работы после их там у тех жителей, которые ранее, ранее отказались от выполнения данных работ. Плюс мы допуск до подвала получили только в конце сентября, потому что там есть собственник магазина, через который проходит коммуникация. Почти три четверти подвала. Ну а пока подрядчик только предполагает и ищет оправдания, а жалобы в фонд капитального ремонта остаются. Сейчас и без ответа жители уже пишут письмо в прокуратуру и жилищную инспекцию. Кристина Вочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Академии единоборств в Рязани стартовали всероссийские соревнования по дзюдо. Посвящены они столетию общества «Динамо». Бойцы – 300 спортсменов из 27 регионов России. Дмитрию Новикову 16 лет. В дзюдо он с пяти. И уже выполнил норматив кандидата в мастера спорта. На этих соревнованиях борется в новой категории. Из пяти схваток все пять победные. С одними и понами. Через чистые броски и удушающие. Теперь предстоит финальная схватка. Я пришел в новую категорию. Вначале было тяжело, сейчас потихоньку разошелся. Какая тактика будет? Выходить, бороться. Действовал Дмитрий тактически. Как итог – чистая победа и плюсом путевка на первенство России. Такую возможность получают все финалисты соревнований. На турнир приехали больше 400 спортсменов из 30 регионов России. Это юноши и девушки до 18 лет. Наша рязанская сборная выступила очень достойно. В первый день соревнований у нас два победителя среди мальчиков и одна среди девочек. Также еще есть призер. Сегодня ждем финальной встречи. Я уверен, что у нас будут и медали. Надеюсь, будет чемпион. Всероссийские соревнования продлятся три дня. За первые два в копилке у рязанцев уже минимум четыре золота. Значит, и путевок на первенство России будет больше, чем обычно. Там уже будет. Можно показать себя во всей красе. В селе Петровиче Спасского района установили памятник солдатам, погибшим во время Великой Отечественной. Когда-то еще в советские времена обелиск на этом месте уже был. Но простоял он больше полувека и поэтому нуждался в реконструкции. Ну и ваши аплодисменты, друзья. Это светлая память. Да, где-то со слезами. Но сегодня скорее на глазах жителей слезы радости, а не печали. Ведь в их селе открылся памятник с именами земляков, погибших во времена Великой Отечественной. Новый обелиск в Петровичах появился благодаря компании «Резур». Проект реализовали буквально за несколько месяцев. Этот обелиск был построен в 1972 году прежний. И поэтому уже более 50 лет и жители обращались ко мне не единожды. Потому что создавались сложности, трудности в покраске, содержании его. Он был высотой более 10 метров. Я хочу сказать, что это все на денежные средства спонсора, нашего замечательного спонсора. Компания «Резур» – организатор и спонсор многих социальных проектов. Сотрудники ежегодно участвуют в проведении праздников и концертов общегородского и областного масштаба. «Резур» также проводит семейные, спортивные и патриотические мероприятия. Когда жители села Петровича обратились к спонсорам с просьбой помочь в возведении нового обелиска памяти погибших воинов, «Резур» откликнулся сразу. «Жители все очень рады, потому что данный обелиск, вы видите, он находится на возвышенности. Он всех радует. Я думаю, 9 мая мы будем видеть в несколько раз жителей здесь по количеству больше. Будем праздновать, будем передавать подрастающему поколению, какая была Великая Отечественная война, чтобы мы все об этом помнили». Стихи о войне, полевая кухня, живая музыка. Несмотря на дождливую погоду, атмосфера на открытии стояла теплая и душевная. Местные жители и гости возлагали цветы, а также вспоминали о тех, благодаря чьему подвигу живут сейчас. Теперь эта площадка станет своеобразным культурным и патриотическим центром села, считают спонсоры проекта. «Компания «Резурс» – социально ориентированная компания, объединяет в себе коллектив единомышленников. Открывая памятник, мы решили тем самым сделать вклад в память о подвиге, совершенном нашими предками. Компания потратила определенный ресурс, и эмоциональный, и материальный, на создание этого обелиска. И, соответственно, мы будем курировать его состояние в будущем. Произойдет озеленение по весне дальнейшее. Соответственно, вокруг инфраструктуры тоже уже есть замыслы, какие-то моменты будем улучшать. В команду «Резур» постоянно требуются новые специалисты. Реализация потенциала в сплоченном коллективе профессионалов, карьерный рост и высокая заработная плата – вот главные приоритеты работы в этой компании. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Появление в Рязани ковчега с мощами Георгия Победоносца открыло всероссийский молебен о победе. В графике движения ковчега все регионы страны. Литургия прошла пятничным утром. В Борисоглебском соборе прихожане молились о победе русской армии в специальной военной операции. Прикоснуться к святыне и помолиться о наших бойцах в зоне СВО в Борисоглебский собор пришли сотни верующих. Всероссийский молебен о победе уже объединил 89 регионов нашей страны. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что это событие очень значимо для Рязанской области. Сегодня очень значимое для Рязани событие. К нам прибыли мощи Георгия Победоносца. Сегодня собралось огромное количество людей. Здесь люди, которые непосредственно имеют отношение к спецоперации. Те, кто только готовится защищать нашу страну. Большое количество курсантов нашего училища ВДВ. Сотрудники Росгвардии, военные. Огромное количество прихожан, которые пришли помолиться в целом за нашу победу. Я считаю, что такие мероприятия, они, конечно, тоже позволяют обществу дополнительно сплачиваться. И служат таким дополнительным моральным импульсом в целом для всех нас. В сложные времена вера всегда была силой, которая сплачивает православный народ. Молитва и прикосновение к чудотворным мощам – это разговор с самим святым, уверены представители церкви. Святой великомученик Георгий издревле почитается небесным покровителем страны российской и ее воинства. Он неоднократно являл свою действенную помощь в самых сложных исторических обстоятельствах. Мы с благодарностью храним память о его чудесном заступничестве в годы Великой Отечественной войны. Сегодня верующие молятся за своих близких, которые защищают нашу страну. За всех тех, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции. Всероссийский молебен о победе начался 6 мая в Москве. Закончится он 5 ноября возвращением мощей в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Кристина Бочкарева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом у меня все новости. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин